29 августа в зале администрации района прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения под председательством исполняющего обязанности главы района Руслана Ямыкова. На повестке дня были рассмотрены ряд вопросов. Это такие, как о состоянии военности на территории Кашхаблевского района за 8 месяцев 2017 года и принимаемых мерах по снижению количества ДТП, об организации безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования Кашхаблевского района по состоянию 29 августа текущего года о технической готовности к зимнему периоду, о состоянии и готовности в школьных автобусах, осуществляющих перевозку детей, безопасность дорожного движения в период уборочных мероприятий. По первому вопросу о состоянии военности на дорогах района за 8 месяцев текущего года отчитался замначальника ОГИБДД Аскер Хуажев. За 7 месяцев 2017 года на территории Кашхаблевского района зависели на 8 ДТП, аналогичный период прошлого года, 15, при котором 6 человек погибли от АПГ 3 человека, 8 получили телесные повреждения, от АПГ 16. При 4 факторах дорожного транспорта от шерсти водители находились в состоянии опьянения. Сотрудниками отделения КИБДД ежедневно осуществляется надзор за дорожные движения, в ходе которых выявлено 635 административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Цель профилактики нарушений правил дорожного движения на постоянной основе инспекторами по административной практике направляются списки лишенных права управления транспортными средствами, также информационные письма для проведения правилореческих беседей главы администрации Кашхаблевского района, а также участкового полномочия и ПДН. На постоянной основе отправляется лицам лишенных права управления информационные письма с расседением статьи 264-1 Уголовного кодекса Российской Федерации на за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Далее о поорганизации безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования и технической готовности к зимнему периоду отчитался Руслан Курмалиев. Выполнены работы по содержанию действующих автодорог по следующему направлению. Нам был выполнен ямочный ремонт по сальтобетонных и черно-гровинных покрытий с применением мелкоземистых и сальтобетонных сельсет на площади 361 метров. Это 70-100 наслаждений. Это за два месяца. Устранство уравнивших слоево-сальтобетонных смесей на автодорогах Майково-Явинское, Себазинчевское и Карачаевск. Продвиженностью по 500 метров, полукилометра. Это в сторону входа. Установлено дорожных знаков 74 штуки. Установлено сигнальных столбиков 77 штуки. И главное, нанесена дорожная разведка 1.141 и 1.25. Это пешеходный переход и искусственная неровность. Всех обновили. Особенно для школы, садики, которые на наших дорогах. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день Кашканская дорожная полная работа и по содержанию действующих сетей республиканских автомобильных дорог общего пользования Республики Адагиев, Мокрич, Акск, Крым. Но общая сумма почти 30 миллионов рублей. В преддверии 1 сентября очень важным вопросом является техническое состояние автобусов, перевозящих детей. Об этом и о существующих проблемах рассказал Артур Зихохов. О безопасности дорожного движения в период уборочных мероприятий выступил Заур Самоков. Нам предстоит убрать кукурузу на зерно 13 тысяч с половиной гектаров, подсолнечника 5 тысяч 315 гектаров, сои 899 гектаров. Учитывая социально-экономическую изначальность проводимых сельскохозяйственных работ, нами при содействии гостинобзора по Кашхановскому району проводится информирование руководителей сельскохозяйственных и фермерских хозяйств, других собственников зерно-борочных техники и населения о том, что перевозка и преддвижение негапаритной сельскохозяйственной техники проводится в соответствии с правилами дорожного движения и инструкцией по перевозке. Важно отметить, что в этом году нам убирать кукурузу больше, чем в те годы, почти в два раза больше 13 тысяч гектаров, и что на уборку кукурузы на зерно будет привлекаться крупнокабаритность зерно-борочная техника с других регионов. Если в прошлом году мы убирали около 8-9 тысяч гектаров кукурузы на зерно, то в район привлекался это было 30-40-40 зерно-борочной техники. А в этом году мы сегодня уже ведем переговоры с другими регионами по привлечению зерно-борочной техники. Будет привлекаться зерно-борочная техника где-то около 50-60. Все вопросы были рассмотрены и приняты соответствующими.